Поэзия второй половины XX века Кровью чувств ласкать чужие души Поэт должен раскрывать правду жизни Сопереживать, сострадать Находить отклик в сердцах читателей, слушателей Лирика становится выразителем времени Откликается на события и перемены Дает им эмоциональную оценку еще до того Как происходит осмысление нового В 60-е годы XX века страна пережила поэтический бум Появление молодых имен, быстрый успех Приведший поэзию на эстраду огромных залов и даже на стадионы Заявила о себе эстрадная поэзия Которая собирала в годы оттепели широкую читательскую аудиторию Обрели громкую известность и популярность поэты Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина В стихах эстрадных поэтов звучали самые назревшие Насущные вопросы демократизации общества Переоценки той роли, которую должен играть В обновленном обществе каждый отдельный человек Поэты эстрады старались вглядеться в мир не идеального героя А рядового человека с его нелегкой судьбой и душевной стойкостью Евгений Александрович Евтушенко Поэт, прозаик, публицист, литературовед, кинорежиссер Поэзия Евтушенко — это как бы кардиограмма времени Искренняя, честная Стихи его злободневны Он внес новое в тематику, интонацию стихов Его поэзия доказала, что стихи могут быть массовым видом искусства Я разный, я натруженный и праздный Я цели и нецелесообразный Я весь несовместимый, неудобный Застенчивый и наглый Злой и добрый Андрей Андреевич Вознесенский родился в Москве Автор многих поэм и стихотворных сборников Он не только поэт, но и художник Некоторые из его картин находятся в музеях Настоящее для поэта — это подлинное, неподдельное, искреннее Метафоры Вознесенского, мастера строки Это важнейший элемент содержания его поэзии Из метафорических открытий, сближений, соотнесений Создано и его существование Ткань сквозная Ты меня на рассвете разбудишь Проводить не обутая выйдешь Ты меня никогда не забудешь Ты меня никогда не увидишь Слово не только читалось с эстрады, но и пелось поэтами-бардами Насыщавшими его особым, проникновенным лиризмом Рождение жанра песни-рассказа, песни-исповеди Песни, в которой поющий поэт становится своеобразным режиссером Музыкантом и актером, выпивающим, выговаривающим свои стихи Первыми среди поэтов-бардов были Юрий Висбор, Александр Галич, Булат Акуджава Акуджава расширил диапазон поэтического слова Обогатил его лирическим звучанием В его стихах находили отражение безоглядная доброта, мечтательность и насмешливость Условные принципы сказки, пантомимы, кукольного представления, музыкальные шкатулки У Акуджавы лирические песни Внутренняя проникновенность и выразительность звучания лирической поэзии Сближают ее с музыкой Широко известны песни Булата Акуджавы Полночный троллейбус, мы за ценой не постоим До свидания, мальчики Виноградную косточку в теплую землю зарою И лозу поцелую, и спел я грозья сорву И друзей созову, и любовь в свое сердце настрою А иначе зачем на земле этой вечной живу Каждый поэт своеобразен, неповторим В произведениях показывает свободную личность Которая хочет и может проявить себя в жизни Задумайтесь над таким вопросом Как каждый из нас проявляет себя в жизни? О чем старались поведать миру поэты второй половины 20 века? Можно ли говорить о верности традициям Золотого и Серебряного веков русской поэзии? В чем заключается новаторство современных лириков? Что меняется в обществе, если физики в почете, а лирики в законе? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!